В ноябре прошлого года в нашем городе был торжественно открыт парк имени Александра Александрова. Александр Васильевич является композитором великих произведений на военную и патриотическую тематику. Среди его творений – любимые в народе песни «В поход, поход», «Несокрушимая и легендарная» и, конечно же, «Священная война». А также Александров стал автором музыки «Гимна страны». На открытии парка тогда в прошлом ноябре присутствовали высокие гости – губернатор Рязанской области Олег Ковалев и внук композитора Евгений Александров. Парк сразу же понравился жителям Дашково-Песочной. Здесь могут отдыхать пожилые люди, семьи с детьми и подрастающие поколения. Однако по прошествии времени мнение жителей по поводу состояния парка разделилось. Вас устраивает нынешнее состояние данного парка? Нынешнее. По сравнению с тем, что было, мне кажется, замечательно. Ну и можно что-то благоустроить, скажем так, улучшить качество. Конкретно прилегающую территорию на территории парка. Смотрим, вон несостоявшееся озеро, газонное облагораживание, скажем так. Зона освещения вечерами мы здесь не бываем. Ну, в принципе, так немного газончики довести до ума. И вот сильный дождь был. Очень много грунта смыло именно с боковых откосов. То есть боковые откосы недостаточно сильно укреплены. Очень много грунта смыло на плитку, которая здесь есть. А так, в целом, задумка хорошая. Ну, он пока молодой, мало зелени. И лавочки все-все стоят на солнце. Вот единственная лавочка в тени, а тут в основном пожилые, немножечко печет головку. В общем, сейчас, спустя полгода, парк на улице Советской Армии постепенно приходит запустение. Спортивная площадка пострадала под воздействием местных вандалов. Еще зимой рязанские полицейские задержали двух молодых людей, которые забавой ради выломали баскетбольные кольца от щитов и поломали несколько лавочек. Тогда подмитцы их обязали восстановить поврежденное общественное имущество. Однако над баскетбольной площадкой, похоже, висит какой-то злой рог. Кольец для игры по-прежнему нет. Как, кстати, не работают и некоторые уличные тренажеры. Не все гладко с точки зрения благоустройства. Огромные заросли дикорастущих кустарников и травы, но никак не украшают пейзаж сквера имени великого композитора Александрова. Также запущенный пруд. Он практически пересох, а оставшаяся в нем вода несимпатично мутного цвета. Примерно в таком же состоянии, как и сквер на советской армии, находится и знаменитый песочинский дендропарк. Несколько лет назад о нем говорили, как о новом большом зеленом проекте в черте города, который мог бы улучшить экологическую обстановку микрорайона. Дендропарк начали обустраивать еще в 2012 году. По сравнению с картиной двухлетней давности, положительные подвижки есть. Но только лишь в этом году городские службы стали приводить его в порядок. Лишь сейчас появились асфальтовые дорожки и несколько лавочек. Обещанного прудика жители так и не увидели. Он попросту засыпан землей. Что ж, будем надеяться, что следить за благоустройством зеленых зон будут как жители микрорайона Дашковой Песочни, так и городские власти.